Добрый день, дорогие телезрители! Вас приветствует программа «Дамский кальдоскоп» и мы ее ведущие Анна Березина и Марина Яковлева. Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть неотразимо. В юности это совсем несложно, но с годами приходится прибегать к различным косметическим средствам и услугам специалистов. Хорошо, что наука не стоит на месте, появляются все новые и новые средства омоложения. Например, испанский профессор мануальной терапии Энреги Костельса Гарсия разработал методику хиропластического массажа лица. Ему удалось совместить элементы восточных техник массажа и достижения современной медицины. Техника хиропластического массажа лица набирает популярность с каждым днем. И это неудивительно. Сегодня у нас в гостях в студии косметолог Юлия Гринченко со своей помощницей Татьяной. Мы будем более подробно говорить об этом виде массажа и даже увидим, как выглядит сеанс. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые гости! Добро пожаловать в наш «Дамский кальдоскоп». Ну и позвольте, начнем нашу беседу с актуального, наверное, вопроса. Что такое хиропластический массаж? Хиропластический массаж, как вы сказали уже, его придумал испанский косметолог. Это симбиоз двух массажей. Лимфодренажный массаж и массаж пластифицирующий. То есть одна техника позволяет убрать жидкость от лица, другая прям четко контурирует наши все проблемные места. То есть контуры лица. Контуры лица, да. Я понимаю, что это массаж лица, да? Это только массаж лица. Массаж лица и шеи. Если вы знаете, в косметологии шея тоже называется лицом. Вот эта вся область. И зона декольте немножко. А чем это отличается от классического вида массажа? Массаж более углубленный. Прорабатываются все мышцы лица, в том числе шеи, зона декольте. И более пролонгированный по времени. Классический массаж длится 25-30 минут. Хиропластический массаж длится порядка 55 минут. А это вообще какой-то болезненный массаж? Человек чувствует, пациент, какие-то воздействия на лицо? Или это довольно-таки приятная процедура массажа? Вообще массаж лица – очень приятная процедура. Единственное, что, может быть, нужно набраться терпения. Не все могут там целый час лежать и получать удовольствие. Ну, конечно... Все-все могут просто с удовольствием, я думаю. Вот, нет, процедура очень приятная. Но это какая-то особая... Почему хиропластический массаж? Что это такое? Особая техника массажа. То есть какие-то определенные какие-то там точки? Определенные точки. Массажные линии, они, в принципе, во всех классических массажах, они одинаковые, никто их не отменял. Они есть массажные линии, да, мы идем к ним. Вот. Но техника надавливания, да, техника, когда заканчивают руки на массаж. Да, есть массажные точки. Я их потом покажу. На которых заканчивается, с которых начинается этот массаж. Да, это тоже очень важно. И специалист, который занимается массажем, он это знает, естественно. Юля, ну, вы вот, значит, модель, Татьяна. И вы покажете сегодня, да? Да, я покажу. Какие направления, какие... Я покажу для наших дам. Я просто хочу сказать, что, да, техника массажа нелегкая, да. И самостоятельно, может быть, кто-то дома может практиковать это. Но все-таки лучше довериться специалисту, да. Навредить, конечно, нельзя. Но для того, чтобы был максимальный эффект, лучше это будет... Пускай это будет специальный эффект. Ну, давайте, наверное, начнем с показа. Во-первых, как подготовиться к этому массажу? Должно лицо быть чистым? Лицо обязательно. Состояние эмоциональное тоже, наверное, важно, да? Ну, вообще, наше лицо – это очень психоэмоциональная зона, да. Приходя к косметологу на любую процедуру, вы должны, ну, хотя бы быть в хорошем, в положительном настроении, да. Обязательно нужно снять макияж. Да, макияж обязательно, да. Потому что массаж делается на косметических продуктах. Это может быть массажный крем или массажное масло. Вот. Лицо сначала разогревается, да. Массаж начинается вот с этой точки, с подбородка. Идется кверху, вот этот верхний круг кровообращения наш. Потом опускаемся вниз от носогубных линий к линиям, вот к козелкам, да, вот к к ушкам. Вот здесь вот заканчивается. Эти вот точки, про которые я говорила. Точки вот здесь начинаются, вот здесь у основания лба и у козелочка. Вот так вот. Массаж делается, не отрывая рук. Все 50 минут мастер не отрывается. В этом специфика этого массажа, да? Да, это специфика, да, массажа. Вот вы сказали, сначала разогреваете лицо, а потом уже начинается сам этот массаж. Конечно, как и любой массаж. Сначала лицо нужно подготовить, да, разогреть его, чтобы оно было пластичное, как вот пластилин. Да, мы берем в руки. Мы же из холодного пластилина не сможем что-то слепить. Так же и лицо. Мы сначала его греем, разогреваем руками. И потом, грубо говоря, лепим то, что нам надо, да. Все четко, все линии, по всем массажным линиям. Носогубные складочки, брыли, да, так называемые в народе, как у нас девочки любят говорить. Шейка, зона декольте. Юля, а с какого возраста вот можно делать этот массаж? Показаниям в массаже, да? Индивидуально каждая девочка для себя, каждая женщина, каждая девушка решает, когда наступает время. Ни один специалист не может, наверное, убедить человека, да, если все хорошо и все в порядке. Сама девушка считает, что все хорошо. Как можно убедить, что вам нужно обязательно делать массаж? К этому каждый приходит самостоятельно. Ну и когда мы увидим эффект, вот сколько нужно пройти сеансов этого массажа для того, чтобы увидеть эффект? И какой эффект мы увидим? Эффект максимальный лифтинг. Очень красиво, да. Мы даже, я клиенткам некоторым своим показываю, делаю одну часть лица массаж, вторую оставляю нетронутый. Насколько лицо прям сразу подтягивается, да, абсолютно антиэйч эффект. А вот что касается курса, конечно, хотя бы 3-4 раза, да, накануне какой-то даты бы лучше сделать. Ну или накануне... С каких интервалов? Сколько примерно? Каждый день можно это делать. Каждый день можно делать каждый день, да. Можно каждый день. Курс, если мы говорим о курсе, там 10-15 раз, два раза в неделю будет вот как раз достаточное время. Ну и, наверное, сразу возникает вопрос, есть ли противопоказания какие-то? Если женщина использует инвазивные способы, да, уколы какие-то делает, можно ли делать этот массаж? Что касается инвазивных методик, тут нужно с доктором со своим, да, который проводит с вами эти манипуляции, вы должны будете согласовать, потому что, да, действительно не все инъекции можно совмещать с массажем, да. Но это уже отдельная тема для разговора. Что касается противопоказаний конкретно, да, есть и некоторые нехорошие болезни, которыми болеют и мужчины, и женщины, да, мы говорим об онкологии, о каких-то, может быть, заболеваниях щитовидной железы, вот в этом случае, да, действительно есть противопоказания. Есть, а также некоторые врачи, гинекологи запрещают в положении, да, женщинам на каком-то сроке. Беременность это тоже противопоказание? Беременность, да, в некоторых случаях, потому что массаж очень лимфодренажный, он сильно разгоняет лимфу, ну, и вот, соответственно, там может быть... Ну да, какой-то не тот эффект. Да, какой-то эффект не очень хороший. Ну, а какие-то покраснения могут быть после массажа? Какой-то, может быть, эффект такой, который не ожидаешь? Ну, вот из вашей практики, да? Лицо становится, знаете, как бы после мороза. Щечки горят, на лицо цвет лица абсолютно после массажа становится такой вот ровный, да, потому что мы все разгоняем, все вот то, что застой у нас во всех наших сосудиках в лице, да, это не секрет. Вот, мы разгоняем, личико становится ровный, цвет лица красивый, и розовый красивый еще. Благодаря вашему массажу наибольший эффект, то есть линии, в смысле, морщины разглаживаются, то есть разглаживание морщин, вот именно направлено для разглаживания лица. Разглазить морщины руками, в принципе, невозможно, да, мы говорим об общем тонусе кожи, да, кожи лица, лифтинг, подтяжка. Прям вот морщинки мелкие, конечно, нет. Если мы говорим о глубоких заломах каких-то, да, и они явно прям сразу преображаются, личико, да. Ну, Юля, раз мы пригласили в студию модель, давайте еще раз покажем, по каким массажным линиям проходит сам этот хиропластический массаж. Ну, мы говорим, если о массаже лица, да, все массажные линии никогда вниз личико мы не опускаем. Да, кстати, хочу сказать еще об одном мифе, таком знаменитом, о том, что можно массажем растянуть лицо, кожу лица. Это невозможно просто физически. Представьте, я была как-то расстроена. Тоже невозможно растянуть, это просто физически. Это нужно, какое должно быть вот натяжение, да, чтобы, нет, это невозможно. Да, может быть, там сосуды в неверном направлении, там, лимфу, это да, но только не растягивание кожи, этого, конечно, нет. Значит, все массажные линии идут вверх и немножко в сторону. Все вверх и немножко в сторону. Да, область носа, носогубных складок здесь в сторону, нос наверх. Лоб, движение вниз, вверх, вниз, вверх и в сторону. Вот таким образом. Глазки, значит, у нас массаж. Верхняя века мы идем по направлению, нижняя против. К носу. К носу, да. Внутренний угол глаза, да, то есть получается? Да, внутренний. К внешнему, к внутреннему. Вот так вот. Вот такие вот линии. Ну и вы сказали, что это не только массаж лица, но и шеи, зона декольте. Тоже покажите эти линии. Зона, значит, шеи идет вниз. Вот здесь, вот эта точка у нас идет, массажная линия вниз, а к ушам уже к вверху. Вверх, ага. Вот так вот, да? Значит, ну, при заболеваниях щитовидной железы нежелательно это делается. Верхуидной железы, конечно, ну, наверное, даже противопоказание такое серьезное, потому что это любой доктор скажет, что эту линию, эту часть лучше не трогать, когда есть проблемы. Юля, ну, если говорить об общем, да, мы сказали, конечно, что такое хиропластический массаж, но и, конечно, очень важно, какое лицо у женщины, как она за ним правильно ухаживает. Вот с точки зрения косметолога, скажите, основные этапы ухода за лицом? Ну, чтобы и массаж тоже помог. Дорогие девушки, женщины, я просто хочу вот в преддверии праздника всем посоветовать, да, у нас с годами, со временем мы теряем влагу постоянно, да, у нас все понятно, что мы состоим из воды. И вот потихонечку, влага задерживаясь когда, до какого-то времени, да, мы ее теряем все больше и больше и больше, она меньше и меньше накапывает. Остается у нас, да, поэтому увлажнение обязательно. Это должно быть вот must-have каждой девушки, да, на туалетном столике. Улажняющий крем, увлажняющая маска. Это обязательно. Потом уже питание и так далее, там, да, лифтинги и все остальное. А насколько важно очищение кожи? Очищение – это тоже один из столбов, да. Скажем так, три столпа. Есть увлажнение, очищение, увлажнение и питание. Вот, это самых три важных вещи, которые… Ну, и мужчина, наверное, тоже должна это знать. Ну, вот вы говорили о том, что невозможно растянуть кожу лица, а если женщина увлекается какими-то скрабирующими средствами для лица, можно ли как-то нанести себе здесь вред? Ну, тут тоже индивидуально. Я думаю, что несложно будет даже на консультацию прийти к любому косметологу, да, для того, чтобы вам порекомендовали. Потому что в зависимости от кожи. Есть мелкопористая кожа, есть крупнопористая кожа, да. И раздражение кожи тоже можно получить как раз вот с крабами, да, потому что есть крупные такие частички, они царапают кожу. Поэтому лучше даже, наверное, не с крабами, а есть такие эксфолианты очень хорошие, гамажи называются. Вот я их очень люблю. Мелкая, да, такая структура, по-моему? Они даже не мелкая структура, это просто такой химический микропилинг, который скатывает кожу при нанесении. Там нет никаких микрочастичек, это просто вот такая… А аллергия вот на эти вещества есть? Это всё индивидуально. У каждого… У кого-то есть аллергия, у кого-то нет, да. У кого-то на ромашку есть аллергия, у кого-то… Даже на воду простую есть, да, аллергия. Юлия, ну, значит, мы поняли из вашего рассказа, что массаж можно делать, ну, как можно чаще. То есть вот вы рекомендуете сколько, как часто? Наверное, не как можно чаще делать массаж. Наверное, массаж нужно делать какими-то циклами, да. То есть если мы готовимся к какому-то празднику, мы готовимся к лету, мы готовимся к Новому году, я не знаю, любое какое-то событие. Можно по праздникам, да, Марина? Перед праздником, да? Можно накануне праздника, да. Бесконечное лицо тоже мять, конечно, не надо. Один раз в полгода, я считаю, это идеальное время, да, для того, чтобы поддерживать лицо. Один раз в полгода? Один раз в полгода проходить курс массажа. И там вы уже смотрите потом, да, когда в следующий раз вам необходимо. А вот курс массажа, это получается, сколько вы сказали? 10-15 раз. Принимать решение о количестве сеансов ваш косметолог, которому вы доверяете, да, и вы лично сами говорите, о, 10 сеансов сделала, наверное, мне маловато, надо ещё несколько. А вот интересно, у меня возник вопрос, а может ли быть привыкание к этому хирургопластическому массажу? Вот все говорят о привыкании уколом бодокса, да, что потом постоянно нужно будет делать. Вот не будет ли так с массажем? Тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы кремом для лица пользуетесь? Конечно. Ну, наверное, пользуетесь несколько лет, да? Ну, я меняю разные крема. Неважно, но это крем. Да. Вы привыкли к нему? Нет. Это обязательная процедура, да, которую вы даже не замечаете. То же самое массаж. Да, это может быть необязательная процедура в вашем мационе в каком-то, да, но привыкнуть к нему невозможно, потому что вы сами смотрите, мне бы неплохо подделать массаж, да. Это как тонус какой-то, как гимнастика для лица, да? То есть вот раз в полгода надо 10-15. Если вы хотите, хотите, ходите на фитнес, хотите, не ходите на фитнес, привыкания какого-то нет. Полгода не ходите, полгода ходите. Ну и в завершении, наверное, нашей беседы, Юля, пожелайте что-то нашим милым телезрительницам, женщинам. Улыбайтесь всегда, пожалуйста, потому что улыбка на лице, какое бы ни было разглажено, каким бы массажем лицо, если на нем нет улыбки и счастливых глаз, к сожалению, все процедуры бесполезны. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо. Ну а нам осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня была косметолог Юлия Гринченко со своей помощницей Татьяной. Ну а у нас впереди небольшая пауза, вернемся через несколько минут и пригласим следующего гостя в студию. Густые и красивые волосы всегда считались лучшим украшением женщины. И говорят они не только о внешней красоте, но и о внутреннем здоровье. К сожалению, женщины часто сталкиваются с различными проблемами. Это тусклый цвет, секущиеся кончики, выпадение волос. Когда мы увидим рекламу шампуня, нам очень хочется верить, что средства от выпадения волос, рекламируемые звездами кино и известными моделями, действительно могут сделать волосы сильными, блестящими, красивыми и густыми. В общем, шикарными. Да, это было бы прекрасно, но, к сожалению, далеко не все эти средства действительно помогают. И сегодня у нас в студии гость, трихолог Ольга Кохас, и мы будем говорить о проблеме выпадения волос. Здравствуйте, Ольга. Добро пожаловать. Скажите, пожалуйста, какие проблемы основные с волосами? Выпадение волос, да. Выпадение волос. Почему выпадают волосы? Ну, вообще, проблемы с волосами несколько, скажем так. Это выпадение, это проблема секущихся кончиков, это проблема структуры волос и ломкость. А вот проблемы с кожей головы, это нужно отнести в отдельную. А, то есть это отдельная, да? Отдельный абсолютно такой момент. Это различные сиборейные проявления, это высыпание, это зуд, это грибковое поражение кожи. Либо есть такие моменты, связанные с внутренним состоянием, там есть такое заболевание, как псориаз, оно в том числе отражается на коже головы. И, конечно, подход должен быть комплексный как в одном случае, так и в другом. Ну, наверное, на первое место все-таки выходит эта проблема выпадения волос. Все считают, что стресс – это основная причина выпадения волос. И как-то к этому, когда приходят ко мне, допустим, вот у меня был вчера стресс, у меня выпадают волосы, и у меня хронический стресс, и у меня выпадают волосы. Когда мы начинаем разбираться, то причин множество. Если мы возьмем 10 женщин с проблемой выпадения волос, то у каждой, как правило, своя причина выпадения. И это не стресс? Не стресс. Это заболевания какие-то, да? Ну, конечно, есть хронические заболевания, есть перенесенные заболевания, есть выпадение волос, которое является предвестником каких-то заболеваний. Такая категория тоже есть. Нет у нее никаких жалоб, не было в течение года. А вот они показывают на то, что нужно обратить внимание на то, что это может проявиться. Это, например, такие заболевания могут проявиться, как нарушение гормонального фона у женщин, или очень нехорошие диагнозы, в том числе онкологии. Это когда появляются очаговые выпадения, и это предвестник или постфактум. Но нужно как бы отмести постфактум и думать о предвестнике каких-то серьезных диагнозов. Ну, то есть вот то, что вы перечислили сейчас, и выпадение волос, и если кончики секутся, да, то нужно все-таки сразу обратиться к врачу. Что-то не так в организме, да, происходит? И можно что-то даже предупредить какие-то заболевания? Ну, надо обратиться, конечно, к врачу, и желательно к трихологу. Хотя вот мы никак не можем трихологи подружиться, допустим, с эндокринологами, мы не можем с эмонологами подружиться. Они отрицают то, что это есть постфактум заболеваний. Хотя даже есть, допустим, такое заболевание, связанное с считательной железой, да, когда препараты принимают люди хронические. И там прямо в инструкции написано побочный эффект, выпадение волос. И это очевидно, и это факт, и это в 40% случаев встречается. Гормональные препараты, да, то есть там... Сами препараты, сами таблетки, они провоцируют. Даже вот антибиотики, да, если вы пропили курс антибиотиков, то вы не удивляетесь, что через 4 месяца у вас начнут выпадать волосы. А вот да, очень важно высказать, 4 месяца. То есть это не сразу, на следующий день, там, через несколько дней. Вот какой период, то, что было какое-то антибиотико-терапия? Вы знаете, период такой, если у вас был у кого-то наркоз, то это 2 месяца. Если это была антибиотико-терапия, 4 месяца. Если это, например, стресс, любимый всеми, то раньше, чем через полгода, вы не ждите выпадения. Так вот, то есть это действительно не вчера произошло? Не вчера, абсолютно. Стресс на что влияет? Стресс влияет на то, что нарушение кровообращения фолликул, это что? Это спазм сосудов. Это раз. Во-вторых, если это сильный стресс, то он влияет, прежде всего, на иммунную систему. Она падает. И волосы – это орган, который нуждается в очень активном работе иммунной системы. Здесь есть свой иммунный такой момент, да, наружный, а есть еще внутренний. И поэтому, конечно, вы предполагаете одно, а мы обнаруживаем объективно в анализах совершенно другие проблемы, причины. И их надо корректировать. То есть люди приходят к вам с проблемой выпадения волос, вы назначаете какие-то исследования, обследования, да, и делаете какие-то выводы. Но вы знаете, я всегда назначаю обследования, потому что голословным в этом случае быть нельзя. Я могу восстановить волосы, но человек не узнает о чем-то главном, то, что есть, да. Потому что все, что мы находим, оно влияет не только на волосы, но и на жизненные функции, да. Это утомляемость бывает, да, там бывают какие-то вялые состояния. Значит, давайте посмотрим запасы железа в организме. А если, например, бывает наоборот, человек всегда возбужден, и волосы выпадают. Давайте посмотрим кортизол, такой гормон, который очень сильно влияет и на ваше эмоциональное состояние, в том числе и на волосы. То есть нужно вот ходить как-то правильно. А вот интересно, диагностика, она в чем заключается? Это берут анализы крови или какие-то соскобы, не знаю, с головы. Вот в чем заключается эта диагностика? Ну, диагностика трихолога заключается в том, что вы видите объективно. Волосы выпадают по-разному. У всех своя зона выпадения волос. И если каждая женщина на это обратит внимание, не на расческу, на которой определенно 100 волос, это норма, нет нормы. У каждого разное количество волос изначально. Она должна обратить внимание на то, с какой стороны она их теряет больше. И вот это уже мне, например, как врачу, подсказывает о том, какой орган задет и какая система органов повреждена. Можно прийти просто с элементарным падением волос и выяснить, что у тебя такое заболевание. Даже терапевт может не сказать. А тут, понимаете, как... К сожалению, терапевт может не сказать. А еще есть какие-то, допустим, диагностическая камера. Мне, например, она позволяет дать прогноз человеку на то, насколько мы можем восстановить потерянный объем. Одна показывает на коже количество свободных фолликул. Волосы выпадают, он теряет свою территорию и остается фолликул. Он должен быть открыт, он должен быть свободным. Чтобы в новые волосы выросли. Чтобы в новые, конечно, волосы. Я-то всегда в исполнении объема. С тем, чтобы волосы перестали выпадать, мы справимся. Но давайте, ребята, восстановим потерянный объем. Это самое главное. А вот интересный вопрос. От природы данные густые волосы, да, ведь это тоже генетически заложено. Абсолютно, да. Вот можно ли справиться с этим как-то? Если вот от природы, да, жидкие, тоненькие, тусклые волосы, да, вот можно ли с этой проблемой справиться как-то в домашних условиях и, может быть, с помощью специалистов? То есть сделать, чтобы волосы были более густые. Ну, вы знаете, ну, я не хочу никого расстраивать, и с генетикой спорить, да, не надо. Тут и цвет волос, и количество волос, и структура волос, и раннее поседение. Это все генетические механизмы, не можем изменить природу. Но вот есть такой альтернативный способ. Сейчас я его, прям не знаю, как его хвалить или ругать. Скорее ругать, потому что доходит до фанатизма, потому что женщины, которые генетически, да, имеют малое количество волос, они бегут их наращивать. И, конечно, с возрастом, с таким, с годами нарощенные волосы еще у вас и заберут изначальный объем. Это не есть... Аккуратно с этим надо учить. Да, лучше купить какие-то специальные зажимы, да, куда-то вы идете, то хотите выглядеть, да нет, в этом сейчас ничего особенного. Конечно, это коммерческое такое направление, и никто бесплатно волосы не может лечить, потому что для этого нужны подручные средства. Но вопрос в том, насколько вы подвязываетесь к тому или иному доктору. И я скажу вот, правда, откровенно, что срок родов волос 3 месяца. Если вам через 3 месяца не показали рост новых волос, значит, либо вы меняете средства, либо вы меняете трихолога, либо, собственно говоря... Вот это рамки, да, 3 месяца? Да. Если их... Ну, их сразу видно, что они будут или не будут. Вот я сразу говорю, у вас там потенциал 20%. Больше я не способна. Или у вас потенциал 10%. Хотите, начинаем. Не хотите, значит... Ну, вот смотрите, вы сказали, значит, волосы выпадают, это значит, какой-то предвестник чего-то, значит, какое-то заболевание. Значит, если мы не лечим это заболевание, а просто ополаскиваем волосы какими-то средствами, укрепляющими волосы, восстанавливающими после окраски, мы можем как-то их подлечить и восстановить? Или всё-таки надо лечить причину? Ну, на мой взгляд, конечно, можно остановить. Но это будет всё равно хроническая форма. Вы, люди, как правило, знаете, вот женщины, они есть две категории, да, которые ленивые по отношению к себе, а есть, которые озабоченные по отношению к себе. Да, тоже крайности. Да. Вот эти, которые озабоченные по отношению к себе, у них, конечно, большая вероятность, что они сохранят. А вот основная масса всё-таки ленивых, потому что занятость женщин сейчас колоссальная. Кто детьми, кто работой, кто совместный. Не до себя. Не до себя абсолютно. И надо потратить хотя бы два раза в неделю, два месяца на то, чтобы вам специалист это сделал за вас, да, условно говоря, и корректируя причину обязательно. Ну, это тоже приём каких-то лекарственных препаратов, какие-то мази, средства? Просто вот расскажите, что это за методики лечения? Ну, любят же витамины поглощать, да? Я пью витамины, но мне ничего не помогает. Вот успокойте его по поводу витамин. Витамины не влияют на выпадение волос. И на рост волос тоже. Ещё один. Вы сегодня прям о сумме выразили. А если какое-то универсальное средство, ну, вот, кстати, я вот советую, вот нам пришёл один мирового класса, значит, визажист, и он сказал, что волосы там вот полезно мыть кокосовым маслом. И мы так прислушались, мне так интересно, я хочу это сделать. Ну, вот у вас есть какой-то совет, что укрепляет волосы, даже помимо заболеваний, вот, что полезно всем для того, чтобы волосы были здоровыми, пушистыми, не выпадали, вот что, какой-то есть универсальный совет? Во-первых, когда выпадение волос, ни в коем случае никаких масел нельзя. Так. Почему? Потому что масло, это же фолликула, это отверстие, масло, оно туда зайдёт, оно не усилит кровообращение, оно нарушит полностью всё. Здесь должны быть средства, спиртсодержащие, 2% спирта максимум, и хорошая концентрация лекарственных ингредиентов. Всё, что массово производится в мире, оно не имеет такого лечебного эффекта, либо он очень долгий, а имеет такой профилактический момент. Опять, смотря, в чём причина. Если у вас причина гормональная, значит, вам нужно, чтобы содержание было плаценты. Если у вас причина иммунная, то там должны быть факторы иммунные. Если у вас причина стрессовая, то спазм кровообращения нарушен, значит, надо усиливающий кровообращение. Надо смотреть, что написано. То есть у каждого у него сальника? У каждого с индивидуальной, индивидуальной. Абсолютно. Но мастер сказал профилактически, он не сказал, что когда в острой форме, он просто сказал, что это полезно вообще просто, ну вот мыть, вот это на мастерах. Возможно, да, это влияет на структуру, увлажняет, утолщает, эластичность повышает. Ну вот как-то вот, да, улучшить качество волос. Есть какие-то вот пожелания? Раньше, я помню, пивные дрожжи кто-то советовала, все пили эти дрожжи. Лук, яйца, желтки втирают. Вот это все, да, вот народные средства. Скажите, вот как трепут. Но я против продуктов. Против, да, вот таких? Да, абсолютно, потому что все-таки... То есть кажется, что индивидуально? Ну, индивидуально, потом вот этот продукт, он же тоже опять туда попадает, те же яйца, да, и они что вызывают? Вражение. Какие-то, в общем, тоже... Все это вы на своей голове имеете место. Даже если мы потом помыли, смыли шампунем несколько раз? Очень тяжело. Смойте с кожи, внутрь зайдет, вымойте крайне тяжело. То есть, ну да, универсально. Ну вот, в принципе, есть ли какие-то продукты, которые полезны для организма, и в том числе для роста волос, или как-то... Ну, всем. Вот для профилактики. Мы говорим, какие-то случаи острые, там, или... Ну, конечно, вот... Что полезно для волос? Белок обязательно. Девочки, лишившие себя, вот сейчас молодые девочки, приходят, они на... Сразу видно, она мясо не ест. Она и мясо не ест, и категорически... У нее ломкость. Все-таки белок, он что, провоцирует? Качество. Усвояемость, да, и это кератин, это тот же белок, и вот подобное, подобное. А может быть, белок, может быть, в фасоли, может быть, в горохе, или это другое? Ну, у животных белок это совсем другое. Это уже усваивается все, да. Помидоры очень полезны, потому что там большое количество аминокислот. Аминокислоты нам нужны, в принципе, для красоты, для здоровья. Но что еще полезно? Молочные продукты, безусловно. Все, что богом данное, оно все полезно. То есть такой баланс должен быть? В определенном количестве, да, в определенном даже время суток. Вот в творог все почему-то в России привыкли есть с утра. Так есть его надо только после пяти вечера, потому что усвояемость кальция, а она в 16-17 часов. То есть после пяти часов. Да, и прием витаминов тоже, внимание. Не надо вот это покупать огромное количество витаминов в одной банке, потому что один витамин усваивается утром, а другой на ночь. Вот аевит все пьют, сейчас так любят эти. Только на ночь. Никаких утром, никаких днем, на ночь. Омега-3 только утром, во время еды. Липоевая кислота, что полезно, да, в принципе, для женщин. Витамин тоже в утренние часы. Железо в утренние часы. То есть у каждого витамина и микроэлементы свое время усвояемость. Как они влияют на волосы? Они влияют, в принципе, на организм. То есть на сосуды, на иммунную систему. И волосы потом начнут к нам. А вот они уже потом, как постфактум. Волосы показывают, что что-то не то в организме. Да. Все правильно. Мне бы хотелось еще, знаете, спросить про новые какие-то методики, которые сейчас все салоны красоты предлагают. Допустим, ламинирование волос или ботокс для волос сейчас даже есть. Вот как вы, как врач-трихолог, к этому относитесь? Ну, это очень смешно, вот этот ботокс для волос, конечно, я вам хочу сказать. Потому что ботуловакцина, она вообще запатентована как вакцина, которая проализует мышцу. У нас здесь какая мышца вообще? Я не знаю в строении волос. Но реклама просто масштабная. Ну, люди же любят, да, вот что-то такое. Вот ботокс в лицо, ну, понятно, все уже поняли, работает. Но волосы, не знаю. Ламинирование, кератирование. Кератирование – это момент, который внутри себя содержит формальдекид. Ну, ничего хорошего. Ну, яд. И вот это вот долгое ламинирование и кератирование приводит к тому, что волосы, они накапливают вот эти вот средства, и они уже потом как стекла ломаются. Человек без этого не может. Потому что это... Мы же все применяем то, что нам упрощает, да, нашу жизнь. Не надо вытягивать, не надо... А в итоге усложнения будут только потом. А вот грибковые заболевания как? Какая профилактика? Или где можно заразиться? Не дай бог, в общем, с чего бояться? Вот в этом плане что? Вы знаете, грибок, он живет у всех на коже. И при смене какой-то PH среды, да, вот кислотной, больше там поели, на диете посидели. Или вот после сейчас зимы, сейчас очень иммунная система падает, и он начинает размножаться. Он не заразный. Невозможно, жена не может заразиться от мужа грибком, который потом вызывает перхоть. Это не заразно, это его личное. Но не надо каждый раз бежать в аптеку и покупать средства против перхоти, которые содержат максимальные дозы кетокинозолы, кевзолы и различных там действий. То есть это еще хуже может добыть? Нужно отличить грибок это или это просто аллергическая реакция? Да, конечно, вопросов много, да, еще у нас к вам масса вопросов, но, к сожалению, время беседы подошло к концу. Ольга, спасибо большое. Спасибо большое. Ну, а нам осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня была трихолог Ольга Кохас. Мы вернемся через несколько минут и встретимся со следующим гостем. Будьте с нами. Да, наша передача на этом не заканчивается. Согласно библейской версии, традиция дарить цветы зародилась после изгнания из рая Адама и Евы. Дело в том, что когда Адам и Ева жили в раю, их окружали прекрасные цветы садов Эдема. Но когда свершился грех и люди были изгнаны из рая, Ева очень тисковала по райскому саду, и Адам не смог вынести страданий любимой и отправился на поиски цветов, собрал прекрасный букет и подарил Еве. Традиция дарить живые срезанные цветы пришла к нам вместе с христианством. Именно византийские жрецы внедрили на Руси традицию заполнять помещения с сорванными цветами. А в Древней Греции появился обычай преподносить цветы людям, которым воздавались почте, чуть ли не наравне с богами, победителям Олимпийских игр или великим поэтам. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас в студии в гостях флорист, дизайнер Анастасия Булуцкова, и мы будем составлять букет из живых цветов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу. Очень приятно. Анастасия, мы сегодня будем составлять букет, да? Да. А есть ли какие-то правила, вот основные какие-то три кита там или один кит, вот составление букетов? Или это фантазия, с фантазией вот мастера, автора? Дело в том, что есть композиции, а есть букет. Сегодня у нас будет композиция, мы ее будем делать на флористической губке. Закон, законов несколько, но их основной критерий это форма. Первая форма это шар, ну как полусфера, далее идет треугольная форма, квадрат и так далее, на что хватит фантазии. Вот это вот основа, а потом уже это импровизация, замысел автора, да, воплощение, что будет в букете, да, как будут сочетаться между собой цвета, да. А вот здесь вот в цветовой гамме есть ли какие-то правила, что с чем лучше сочетается? Цветовая гамма, их много. Во-первых, это вкус, кому вы дарите цветы, надо, конечно, учитывать этот фактор. И если вам будет интересно, существует множество статей, что такое цвет, значение цвета, символика и так далее. Красное, по какому случаю. А вот есть разница мужчинам и женщинам. Что мужчинам не дарит, какие цветы? И какие женщинам лучше не дарить? Ну, мужчинам не дарят, конечно, маленькие цветы, такие как мускари или фиалки. Им дарят высокие, величественные цветы. Ну, а что, например, скажите? Стрелицы, большие метровые розы, орхидеи. Да, орхидеи мужчинам можно. Да, это экзотические растения, все экзотические растения имеют статус. Да, а вот начальнику что лучше подарить? Вот орхидеи можно начальника, если начальник мужчина? Да, или орхидеи, или стрелицы, это достаточно строгий цветок, бамбук, гвоздики. Но бамбук, наверное, не очень. Гвоздики, да, мужские цветы такие, да? Да, да, да. Раньше и женщинам дарили какие-то старые еще те времена, не было цветов, но были розы и гвоздики. Гвоздики, это был такой универсальный цветок. Сейчас гвоздика используется даже в свадебной флористике. Это достаточно интересный цветок. Многие опускают его статус. Я не знаю почему, но мне безумно нравится. Он очень красивый, фактурный и очень выигрышно смотрится. Давайте будем приступать. Расскажите, что вы сегодня принесли. Вы сказали, что будете делать именно не букет, а композицию, да? Да, композицию я буду делать в коробке. Так. Не обязательно использовать крышку, можно без крышки. Простая картонная коробка, но в виде сердца, да? Да, да. Это, наверное, какая-то подарочная упаковка, которая может быть у каждой девушки, да? Конечно, лучше не выбрасывать то, что дарят молодые мужчины, молодые люди. Самая основа для цветов, во что втыкать, собственно, сам цветок, это флористическая губка. Ее можно купить во флористическом магазине. Она идет в виде кирпича, в виде уже вырезанной формы. Но эту я вырезала сама. Ни в коем случае нельзя ее погружать в воду самой. Надо, чтобы она плавала на воде, и она сама опустится. И так впитает в себя всю влагу целиком, даже в середине. Вот пока она опускается, мы можем сделать половинку нашей композиции. Она у нас будет состоять из конфет. Ух ты, вот как раз, да? Из конфет и цветов. Да, и там половинки сердца тоже, это губка. Кстати, критерием того, что губка напиталась, это когда она опустится целиком, да? Да, 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 да. Пройдет буквально 5 минут, все, она уже полежит, намокнет целиком внутри, и можно ее вынимать на какую-то салфеточку. Ну, в данном случае у меня вот такая обычная пленка. Ну, вот основное назначение этой губки для того, чтобы потом долго цветы стояли, да, там вода, и будет постепенно давать жизнь. До двух недель стоят такие композиции. До двух недель даже. А значит, чтобы эта губка, там какая-то подложка должна быть, да, чтобы она там не... Обязательно, обязательно. Я вот использую пленку, если нету пленки, там можно взять какой-нибудь полиэтиленовый пакет, но главное, чтобы было все эстетично, чтобы не было его видно, ну вот, и было красиво. В композицию я взяла вот такую вот подложку, чтобы использовать меньше конфеты или кому-то не нравится, чтобы было громоздко. Вот так вот получается воздушно. Сюда опускаются любые конфеты, какие вам нравятся. Мне нравятся шоколадные. То есть мы здесь уже творим, да? Да, и так их разбросать по нашей части композиции. Вот так вот они у нас будут лежать. А здесь будут у нас уже цветы. Но так как губка у нас уже намокла, можно ее немножко, да, можно немного ее встряхнуть, положить на нашу пленочку и аккуратно опустить в коробку. Вы уже специально вырезали эту губку, да, под коробку, такая половинка сердца, да, как раз с той стороны, где будут у нас цветы живые. Да, да, да. И аккуратненько прозрачная эта пленочка. Да, ее не будет видно. Не видно совершенно. Ее не будет видно. Вода нам уже не понадобится. Мы можем брать розы. Так как розы у нас больше хризантем, сначала используется большой материал. Ну, если у нас больше розы будут, естественно, мы используем сначала их. Берем у меня специальные флористические ножницы. Если их нет, то можно взять обычный канцелярский нож. И обязательно цветок мы отрезаем под уклоном, чтобы он больше пил. Если у нас будет ровная поверхность, то он, конечно, будет меньше площади для питья. И наш цветочек будет меньше жить. Вот так вот подмеряем сначала. Это все цветы или только розы? Все цветы обязательно надо... Увеличить площадь для воды, для питания. Да, 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 обязательно. И вот так сначала мы украшаем все розами, затем приступаем к хризантему. А вот вы выбрали сегодня для букета очень нежные такие пастельные оттенки, да, розы, как она, молочного цвета или как правильно ее назвать? Да, да, это цвет айвори. Да, айвори. Вот для кого вот такой букетик предназначается, да, кому можно его подарить? Ну, если у вас есть любимая девушка, почему бы не подарить такие цветы ей? Также я могу сказать, что это и хороший букет для мамы на 8 марта, ну и для бабушки. Неважно, что человеку столько лет, главное, внимание и не обязательно... У нас выглядит вообще такой дорогой, я вижу, вид очень такой, да, какой-то респектабельный такой просто... Ну и сама коробочка, да, красивая в виде сердца, потом там уже цветы шикарные. Это очень девичья, вот, можно подарить молодой девушке, можно подарить подружке. Вот такая композиция у нас практически готова, мы проверяем ее на наличие дырок, естественно, чтобы у нас не было просветов. И просветы заполняем мелкими цветочками, да? Ну да, лучше, конечно, чтобы равномерно как-то более-менее, да, там, или по-разному. Дело в том, что существует несколько композиций с цветами. Их можно как и группировать отдельно, розы, отдельно хоризонтемы, отдельно вот что-то. Или можно смешивать. Такое хаотичное, да, беспорядок. Ну а в принципе все это быстро делается, да? Если есть какие-то подручные средства, есть красивая коробочка, живые цветы, куфели. Да, то можно дома сделать, наверное, приятнее получить, когда своими руками что-то сотворили, сделали такое, да? Конечно. Подарить. Своими руками всегда все интереснее, и это просто. Душа тепло вложена в это. Достаточно только один раз попробовать, и все у вас получится. Да, если у пары конфетно-букетный период, то здесь и конфеты, и букеты. Да. Очень красиво получается. Расскажите нам еще, что можно использовать для приготовления, именно изготовления этих композиций, ну и букетов тоже. Ну, можно выбрать другую форму. Предположим, не только коробку. Существует множество корзинок. Естественно, есть какие-то подложки, вазы и так далее. Можно использовать любое. Сейчас новые веяния такие, что используют даже шляпные высокие коробки, и просто не обрезают концы, заворачивают аккуратно в пак бакет, в пак пакет. Это специальный пакет, в который наливается вода, и спокойно он ставится без вазы. Очень красиво. Даже напольные, да? Интересно, когда в коробке просто стоят цветы, а как это? А вот так. Да, да, это очень красиво. Ну и по цветовой гамме давайте еще расскажем, какие цвета с чем сочетаются, потому что мы начали разговор, да. Ну вот пастельные, да, вы сегодня собрали такой нежный очень букет, это понятно. И под коробочку что-то подходило, чтобы сочеталось, перекликалось как-то, да, это тоже важно. А ведь есть даже зеленые розы, я знаю, синие, каких только нет оттенков. Ну вы знаете, сейчас, опять же, возвращаясь к Европе, так как самые лучшие флористы у нас европейцы, и, кстати, самые лучшие флористы это мужчины. Да. Если кто-то не знал, да. Но в Вене у них такие, чем проще, тем лучше. У нас до сих пор красят цветы, у них это считается... Мовик. Культурным тоном, да, и они считают, что заворачивать букет лучше в какие-то материалы необработанные, крафт-бумага обычная. Такая эко-бумага какая-то, типа, как раньше продавали, заворачивали сыр, и то в осу, сейчас вот, да... А очень красиво смотрится, да? Да, да, стильная. Папиросная бумага, все что угодно. Конечно, ленточки тоже бывают и атласные, и разные, но надо тоже их подбирать со вкусом. И не без этого. И бывает из полевых цветов очень интересно, бывают какие-то, да, причем разные-разные, они совершенно хаотично вроде бы составленные. Да, да. Ну, видимо, конечно, зависит от того, наличие каких цветов есть тоже. Можно сговорить, можно это, можно то, а можно из каких-то, в то, что есть в наличии, как-то там продумать, что купить. Ну, конечно, полевые цветы вы ни в коем случае не будете сочетать с экзотическими растениями, таким, как величественная орхидея, или такой достаточно дорогой, но очень эстетичный цветок мускари. Надо подбирать со вкусом, надо смотреть. Ну, если тем более знаете человека, да, то вот подумать, что именно ему понравилось. Да, кому-то нравятся ромашки, кому-то нравятся пионы. Ну, давайте подведем итоги, покажем, что у нас получилось нашим зрителям. Какую красоту буквально за несколько минут, пять минут мы сделали, да, да. Делали роскошную коробочку. И, пожалуйста, ваше пожелание нашим зрителям, зрительницам. Я вам желаю свежих цветов, веселья, любви, ласки и удачи. Спасибо. Спасибо, Анастасия, что пришли к нам показать такой интересный мастер-класс. Ну, а нам осталось напомнить, что в гостях у нас сегодня была флорист, дизайнер Анастасия Булуцкова. И мы составляли букет из живых цветов. Ну, а наша программа подошла к концу. С вами были Марина Яковлева и Анна Березина. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова